Смирнов, ну можно же было раньше сообразить. Как шуточка? Спасибо, Андрей, за подсказку. Великий отдыхает. Отключай микрофон. Я говорю вот о чем. Кризис глобально-экономический – это тема нашей встречи, но вызвал повод, вызвавший внимание к этой теме сейчас. Это статья, которая была вчера или позавчера о кризисе менеджмента. Менеджмент – это не экономика, это управление. И кризис менеджмента, а именно об этом статья, был не где-нибудь провозглашен, а вот пару дней назад в Давосе вместе с такой темой, как смерть капитализма, смерть капиталистического способа производства. И вот эта вот связь, капитализм, вот его конец и кризис менеджмента, собственно говоря, явились таким мощным импульсом, заставившим обратить вот сегодня внимание на эту тему. Менеджмент, повторю, это не экономика, и кризис менеджмента проявляется в том, как говорит автор статьи, что нет новых идей. До этого они были, некоторые концепции, в которые устремлялось мировое менеджерское сообщество, принимало их, не принимало, прорабатывало, применяло. Вот сейчас таких идей нет. Второе, это то, что резко снизилась эффективность управления. Все корпорации, которые управляются менеджментом по любой из принятых стандартных обучаемых вузах и на всяких там курсах, повышения квалификации, вот везде, 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 где можно этому научиться, люди наобучались, а применение, чем дальше, тем хуже, и сейчас почти нулевое, не работает. И третье, это психологические проблемы менеджеров, а их проблемы, проблемы управленцев, они являются проблемами цивилизации, потому что если у того, кто руководит, кто вертит руль, появляются какие-то проблемы с настроением и здоровьем, то безопасность понижается и у всех пассажиров. Поэтому то, что менеджеры не удовлетворены, менеджеры-управленцы, менеджером я называю человека, который производит только один продукт, это решение, решение, цепочки решений, в этом и состоит управление, в этом состоит его продукт, как управленца-менеджера. И вот у этих управителей теперь накапливается внутренняя неудовлетворенность. Об этом тоже пишет автор статьи. Они неудовлетворены тем, что они делают, они неудовлетворены тем, как это делается, они неудовлетворены тем, что не видно каких-то просветов, целей, ориентиров, то есть какая-то такая муторная ситуация в управленческом слое. Подчеркну, что кризис менеджмента и кризис экономический, глобально-экономический, это разные вещи, хотя и взаимосвязанные. И когда я сегодня думал, я вдруг, ну такая простая очевидная мысль, помимо того, что вот существуют эти два кризиса, Ребята, существует еще кризис, вот так вот все скопилось, кризис управленческий, сопровождается кризисом образовательным, кризисом научным, кризисом моральным, ну морально-нравственным, кризисом экологическим, кризис и так далее, и так далее, и так далее. Вряд ли существует сейчас какая-либо область деятельности человека, которая не переживает кризис. Даже так можно сказать. Ну или более мягко можно сказать, немного отраслей не переживают сейчас кризис. Продажи в кризисе, производство в кризисе, инвестиции в кризисе. Полгода назад, может быть, чуть больше мне попадалось. Дойче Банк 117 лет ведет статистику выгодности различных видов инвестиций. 100 или что-то такое направлений. Порядка тоже 100, не помню точно. Так вот, в прошлом году впервые за все время 87 видов инвестиций не давали прибыли. То есть это беспрецедентный результат. Можно покопаться, вот достаточно таких ключевых слов, как Дойче Банк, инвестиции 117 лет. И вы найдете эту статью в интернете. Кризис в медицине. Продемонстрировал коронавирус. Кризис политический. По крайней мере, то, что происходит там в России, и не только в России, это кризис. Вчера мне попалась статья о самоубийствах в Америке и то, что 600 тысяч за последние 20 лет. А до этого мне попадалась, ну, может быть, там несколько лет назад информация о том, что наибольший процент самоубийств в Скандинавии, в Дании, в Швеции среди обеспеченного класса, в основном женщины, ну, где-то там 35-40 лет. А в свое время мне попадалась статистика, ну, на уровне 2006-2007 года, что Япония переживала кризис максимальный. У них был процент самоубийств среди подростков. Авиаперевозчики, кризис, это вообще низкомаржинальная такая отрасль, а сейчас на 90% это все понизилось. Нефтедобыча, кризис. Что-то еще, что-то еще, что-то я сейчас вот вспоминал. Ну, любые рынки посмотреть, где-то кризис, где-то затяжной кризис. Это вот к чему, что капитализм – это не просто экономическая система, а капитализм – это социально-экономическая система. А социальное здесь нужно понимать не только как существование двух классов – верхнего, нижнего, капиталисты, рабочие. А это вот вся модельность, которая существует у людей в голове. Именно она превращается в отношения между людьми по поводу производства, по поводу денег, по поводу владения, по поводу распоряжения, что и составляет сущность собственности. Собственности как таковой нет. В том смысле, что ее нельзя пощупать. Любой предмет – это всего лишь предмет. Собственность – это отношения. Точно так же, как деньги. И если это какие-то там деньги, бумажные купюры столетней давности, то это просто фантики. А если их много, и они ценности не представляют. Или это антикварная ценность. Но это уж в любом случае не средство платежа, не средство накопления. Предметы и процессы делают в капиталистическом мире, а в другом мы не живем, тем, чем они являются, включая то, что они являются причинами, импульсами, тем, что заставляют людей двигаться. То есть это не сами вещи, а это тонкие связи между людьми и по поводу этих вещей. Даже нельзя сказать, что это связи между людьми и вещами. Ну, между людьми и вещами – это как частность. Это все равно между людьми, потому что, когда ты одеваешь костюм, это не связь между тобой и этим костюмом, а это связь между тобой и другими людьми, которые оценят, как ты выглядишь, и в результате этого что-то произойдет. Что-то является приличным, что-то неприличным, что-то достойным, недостойным и так далее. Это отношения между людьми. И вот существует некое колоссальное, некое модельное поле, модельное пространство с колоссальным количеством этих моделей. И существует еще какое-то количество объектов, которые можно пощупать, вот увидеть. И вот все это дело каким-то образом представляется, каким-то образом осмысливается, каким-то образом желается или не желается, и каким-то образом работает. То есть делается, действуется. И вот этот весь громадный комплекс, это и есть та социально-экономическая и многое еще какая, потому что сюда можно включать от культуры до чего угодно. Системь, которая едина, которая представляет из себя единый организм, где все части обусловлены, они не случайны. Ключевым, естественно, скелетом, инфраструктурой, на котором все держится, является именно производственное отношение, которое является той же частью социального устройства, которое можно выделить, что они по поводу производства и распределения производимого продукта. Человек, применяя орудия труда, может производить продукт, и вот это все попадает в этот котел, и является тем ядром-центром, который определяет вот этот организм, и к нему еще добавляется огромное количество синхронизированных с ним других частей, инфраструктур, систем этого организма. К чему я веду? Ну, понятно, что если кризис, то кризис будет тогда во всем. И в образовании, и в песнях. Но это тривиальная мысль. Я не об этом. я о том, что капитализм – это самая сложная из систем, созданных человечеством, тем более современный капитализм. очень много всего. И эта система начинает прогибаться и рушиться под собственной тяжестью. например, существует какое-то количество ученых, существует какое-то количество управленцев, но связи между ними нет. те, кто изучают, никак не влияют на принятие решений отцами города или страны. А те, кто принимают решения настолько далеки от каких-то там ученых, которые, с их точки зрения, ни черта не понимают, ну и так далее, так далее, что видится с ними мельком и редко. И получается, что система усложняется и усложняется, а управление ею все более примитивизируется. Что значит все более примитивизируется? Потому что когда-то можно было ухватить все аспекты управления городом-государством, полисом, афинами, ну, например, там, в 500 году до нашей эры. Более-менее можно было все, а сейчас невозможно. Сейчас каждая научная специальность не может уследить то, что происходит в соседних научных специальностях. Да и как ты уследишь, если в среднем там 10 тысяч публикаций в месяц существенных по каждому направлению? Ну, где-то мне попадалась такая цифра. То есть даже в науке люди не дружат друг с другом, чтобы обмениваться информацией и составлять какое-то синтетическое видение. Узкая специализация ведет к тому, что каждый изучает свою шерстинку слона, а в другие шерстинки даже не вторгается. Почему? Потому что, кроме этого, существует некий социальный этикет, порядок, плюс есть, и это тоже связано с капитализмом, это связано с системой воспитания, с тем, что прилично-неприлично. И если я специалист, и если это капитализм, где существует вот такая-то оценка труда, вот такая-то оценка успеха, то я буду сидеть и не высовываться в узкой своей специальности. Почему? Потому что меня с детства приучают к тому, что это должно быть надежно, это должно быть обусловлено, это должно правильно делаться, к различным формам перфекционизма и к трусости. То есть, если я хочу, чтобы у меня все было хорошо, я должен прорабатывать свою часть и всячески не выходить в рисковые зоны. Что такое рисковая зона? Любое мое заявление в той области, где я не специалист, это риск. Это тут же ухудшает мою репутацию. Соответственно, ни о каких поисках в соседних, смежных, дальних областях и быть не может, за исключением тех случаев, когда человек настолько высоко талантливый, что он не может удержаться в одной области, и он тогда и эту пробует, и эту, и эту. Но это единицы. А основные – миллиарды. И то я беру лучшую часть. Это те, кто способен заниматься наукой, способен заниматься творчеством. И эта лучшая часть занимается тем, что изучает шерстинки слона, и никакого вклада в управление она не производит. Раньше, в более спокойные времена, можно было действовать таким образом, что ты копаешь свою отрасль, ты как муравьишка накапываешь какой-то кусок знаний, ты его кидаешь в общий котел, там оно всплывает постепенно, проходит 20 лет, 30 лет, и вот оно пригождается. Но это совсем другие темпы. Это там 17-18 век. Сейчас, если ты это будешь кидать, никто и не заметит. Потому что гора, которая создана человечеством, она просто огромная. Человек не справляется с текущим добываемым знанием, а уж с тем, что лежит, он не сможет даже воспользоваться. А так как, я еще раз повторю, есть социальная структура, которая говорит, что не выходи за пределы области, которую ты изучаешь. Она не имеет отношения к науке, эта система. Она имеет отношение к дворцовому этикету, как себя правильно вести. Ну, дворцовому, в кавычках. И, соответственно, там существует еще какое-то количество. Ну, например, существуют престижные авторы. Вот если я российский философ, то престижными авторами для меня являются Сократ, Кант, Гегель, современные западные философы, некоторые имена в России. Все мое изучение этой темы будет строиться вокруг престижных направлений, престижных имен. Я постоянно буду выполнять функции библиотекаря, историка. При этом я буду себя и всех остальных убеждать, что я философ. Это кризис. Это лицо кризиса. И это лучшая часть человечества. Худшая часть человечества вообще не находится в этих тонких взаимосвязях. Оно руководствуется бытовым представлением и здравым смыслом. Солнце встает на востоке, негры черные, а китайцы на одно лицо. Это же бытовое восприятие мира естественно связано с бытовым восприятием себя, своей деятельности. Что тащить в норку зерно хорошо, не тащить плохо. Что сливать какую-нибудь хрень в речку, когда никто не видит, ну, это нужно. Врать, ну, жить-то надо. И так далее, и так далее, и так далее. Это все бытовые мотивы, которые человек использует в управлении своей жизнью и обществом. Результатом этого подхода является не глобальный экономический кризис, а глобальный экономический кризис как часть глобального кризиса, в котором находятся все направления, которыми занимаются сейчас человечество и современные люди. Кинев, привет! Этот кризис имеет тенденцию только развиваться. Выхода из него нет. Описывается простой формой. Система становится все более сложной, все более тяжелой, и она рушится под своей тяжестью. Тяжестью организационная часть, часть такой, но я еще раз хочу сказать, что система включает в себя не только колонны, инфраструктуры, она включает вот эту вот модельность, из которой рождаются отношения, этикеты, цели, вектора, поведение. Сворачивая это вот во все, в сжатую такую вот часть, могу сказать, что различие, да или нет, направо, налево, хорошо или плохо, проходит по типу мышления. Мышление на основе формальной логики всегда действовало, действует и будет действовать так, как оно действует, так, как оно действует и в мире. Результат то, что каждая отрасль человеческой деятельности находится в кризисе, и этот кризис нарастает, это результат действий большого количества людей и всего вот этого вот организма социально-экономическо-культурно-философско-разно-образного под названием условным капитализм. То есть это след, в фундаменте лежит определенный тип мышления, которое на вот таком могучем уровне развития приводит вот к этой тотальной смертоносности каждого направления. И наоборот, когда я говорю о водоразделе, об этом, мышление на основе диалектической логики это то мышление, которое, я не знаю, но, скорее всего, ничего еще не утеряно. Способно вылечить, избежать, пройти мимо, как между струйками дождя, и в этом смысле избежать вот этих катастрофических последствий этой гидры, миллионоголовой гидры кризиса. Причем это именно гидра. По крайней мере, если вы наблюдаете, как каждый может смотреть в своей отрасли или там в своей системе, в своей стране, я вижу, что последние 20 лет вся страна, весь правящий слой, правительство, до всяких там интеллигентных людей, занимаются тем, что они все время борются, ну вот с чем-то они борются, что-то плохо. Они предлагают свои решения, свои образы будущего, строят что-то, а ситуация становится все хуже и хуже. Нет такого, что ситуация становится лучше. А это и есть гидра. Когда отрубаешь одну голову, появляются две новые. Когда «вылечиваешь» в кавычках одну болячку, появляются две новые. Почему в кавычках? Потому что ты ее не вылечиваешь. Сам процесс вылечивания социальных болячек приводит к образованию новых болячек. Все. Когда эти болячки, язвы общественные встречаются, о них говорят. Потом новизна проходит. Плюс общество саморегулируется, говорит, не надо об этом говорить. И это уходит. Об этом просто не говорят. Но это никуда не девается. И в эту сторону идет человечество. Понятно, что люди, не обладающие большим пониманием и большим интеллектом, они на это смотрят и их разброс их видения будет такой, что от того, что да ладно, все нормально, до того, что ну сделать ничего нельзя, поэтому ну как идет, так и идет, и хрен с ним. Плюс в обществе колоссальное количество дураков. И если раньше, помните, я говорил, что дети верхнего класса шли в бюрократию в виде мы на примере Англии адмирала Нельсона, его там отец, дядя и все это семейство, что вот есть церковная бюрократия, вот есть гражданская бюрократия, вот есть военная бюрократия, но это какой год? Ну это там конец, это конец 18 века. это как раз время бурного развития во-первых науки, а во-вторых убирания феодальных пережитков прошлого. И ура, прошло сто лет, и мы вот в будущем, в капиталистическом будущем, например, 20 век, конец 20 века, начало 20 века, и я говорил, что эта бюрократия такая, 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 военная, гражданская и церковная были местом слива кого? Вторых, третьих, четвертых, пятых сыновей высшего класса, потому что титул можно передать только одному, землю и замок только одному, если ты будешь делить, то уже во втором, третьем поколении все это рассыпется на такие маленькие участки, что исчезнет. Поэтому вторые, третьи и так далее сыновья выплескиваются вот в эти виды бюрократии. Правящий класс, естественно, пока будет капитализм, всегда будет правящий класс, никуда он не денется. И у них будут дети. И им нужны места. И точно так же, как средний класс, это место слива товаров, вот и вся его экономическая функция. Кейнс это в свое время увидел, сформулировал, и примерно с 1930 года человечество пошло в эту сторону. Не потому, что, поверить какие-то люди, которые стали считать, что люди должны жить хорошо. А потому, что, чтобы производство работало, нужно, чтобы кто-то покупал, а если он покупает, он должен зарабатывать. А чтобы он зарабатывал, это вот и есть средний класс, у него должен быть доход и какая-то возможность и желание прилично жить. И мы говорили, что тогда он должен выполнять эту функцию с огоньком, тогда появляется вот эта потребительская идеология, потом развивается кредит, когда он потребляет, притягивая ресурсы из будущего. И мы говорили, что есть естественная граница, это сколько может в этом будущем заработать, откуда мы потом увидели, что благодаря ковиду и всем остальным, что есть еще одна ступенька. Когда ты можешь дать членам своего общества возможность притягивать больше, чем они могут заработать, для того, чтобы твоя экономика не остановилась. Понимая, что тогда вот эта вот инфляция и обесценивание всего, оно плавно распределится по всему земному шару, если ты владелец такой валюты, как доллар или евро. И это дает еще один шаг, еще один этап, еще одну дистанцию, чтобы можно было пройти, делая что? Только одно, выпуская необеспеченные деньги. Раздавая необеспеченные деньги, это раздавая людям деньги с вертолета, чтобы они на эти деньги покупали товары, и чтобы в результате этого работала экономика. чуть-чуть назад возвращаемся. Тонкая мысль, убегаешь, забываешь о бюрократии, сто лет после времен адмирала Нельсона, если это было 780-е, значит, это 880-е, ну, тогда 200 лет, 980-е и дальше. Мир с феодального стал капиталистическим, верхний класс никуда не делся, но кроме традиционных префидеализм вот этих вот бюрократических ниш появилась еще одна. Это наука. Появились и другие певцы и писатели династиями кинорежиссеры живут там в своих этих даже спортсмены династиями вырастают. Это тоже в этом смысле верхний класс. Ну, забываем о том, что конец 19-го века, начало 20-го дали нам спортсменов, дали нам актеров, художников, артистов. Очень узка была их прослойка раньше, а тут вот они массово. Отодвигаем их. Почему наука? Потому что производство, технологии и колоссальное количество мест в науке. И вот эти вторые, третьи, четвертые сыновья, вырастающие в достаточно цивилизованной обстановке по сравнению с крестьянами, тем более крестьянами какими-то там хотела сказать зимбабвийскими, а сейчас и Зимбабве это вот уже поднялось, это уже вполне себе цивилизованное общество. Ну, предположим, какие-то там зулусы живут в каких-то там степях еще сабаннах. так вот, дети идут в науку, но умных и глупых среди них точно такое же соотношение, как среди тех детей, которые идут в бюрократию военную. Бюрократия военная это все офицерство, которое занимается тем, чтобы жил этот организм и, соответственно, их специфика в том, что когда наступает военное действие, они рискуют жизни. Но в промежутках между этим, да и в это вот все время они занимаются управленческой бюрократической деятельностью. Точно так же это церковная, точно так же это любая гражданская штатская бюрократия. И если при феодализме сын барона дурак, такой же барон и такой же дурак, в общем-то ничего страшного, ну а что делать? И если при слабодвижущихся обществах, ну подумаешь, там, пастор какой-нибудь дурак или офицер дурак, ну это вот понятно, или какой-нибудь чиновник дурак, именно об этом писала вся русская литература и вся мировая литература, то в современном технологическом обществе, особенно на стадии, когда оно развилось до высоких скоростей сложностей, вот этот вот дурак в управлении и дурак в науке, а там точно такое же соотношение умных и дураков, как и в любой бюрократической области. В современном мире наука это бюрократия. и вот у нас с одной стороны потребность в тонких решениях, в понимании сложностей нарастает, а с другой стороны у нас общество развивается так, чтобы заиливалась вот эта вся часть, где принимаются решения, разрабатываются решения, там возникают рамки, границы, потому что специализация, потому что это обусловлено общим там менталитетом, эти рамки границы в науке, это рамки границы между отделами в любой корпорации, включая самые там быстрые стартапы, как только они чуть-чуть начинают институциализироваться, это все вот эти вот рамки между министерствами, отделами, территориями, регионами, даже внутри одного, ну вот допустим, тут бюрократы, тут такое министерство, такое, 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 между ними непроходимая барьера, а вот чтобы туда вошла наука, ну это вообще, а сама наука тоже вся из барьеров, и синтетического, чтобы могло входить, нет, и поэтому ну вот то, что есть. Вчера или позавчера Владимир Барановский, вот я обратил внимание, адап, там была тема, адап, мусульманская, я, естественно, там слабо знаю, что это такое, что-то там, вот этот Таруф прочитал, еще что-то, это вот мое вникание в тему, вплоть до чтения Корана, осмысления, что такое, фиг, и так далее, и так далее, ну как-то это доринулся, я тебя прошу как-нибудь там лекцию прочитать, начиная с адапа, и вот то, что ты там несколько еще каких-то понятий, что адап, это когда проходит там фарм, ну что-то такое там было, фирм. Так вот, там ты пишешь, что любая система тонкая, нравственная, духовная, что достаточно два-три поколения, чтобы она превратилась, ну в некий каркас формальный. И я там писал, что такая же ситуация, ну она и везде, какую мы область там не возьмем, и в марксизме, и в буддизме, и в христианстве, и в любой научной школе. Единственная моя поправка касается того, что, Владимир, не два-три поколения, одно поколение, 20 лет, и уже на поверхности будут смекнувшие представители здравого смысла, которые понимают, что когда ты находишься на верхушке системы, какая-то разница, партийная, торговая, духовная, общественная, то там уже ты будешь извлекать дополнительную ренту из этого положения. 17-й год, революционеры, романтики, 37-й, 27-й, ни одного ленинца, секир башка, все, перешло в другое, 20 лет больше не нужно, чтобы вся система полностью поменяла знак, чтобы любые романтики, которые хотят сделать общество хорошим, были заменены людьми, которые понимают, чего они хотят. У романтика нет никаких инструментов для борьбы с теми, кто рвется на его место. Он добрый, хороший и все такое. А противовостоят ему другие. Соответственно, у меня нет никаких рецептов, и то, что Александр Великий сформулировал название сегодняшней лекции, глобальный кризис экономический, и что с этим делать, у меня нет рецептов, что с этим делать. Но я вижу, что разница между одним миром и другим, одним направлением и другим проходит как раз по границе мышления. Вот формально логическое мышление со всеми этими здравыми мыслами, бытовыми представлениями, жульничеством и прочим, это одно. И продолжение этого в современном мире, который технологически совершенствуется, приведет минимум к тому, что население начнет земли сокращаться на 100-200 миллионов ежегодно, а все области входить в кризисы все более и более глубоко. Предлагаются сейчас новые варианты экономики. Павел Брайва мне прислал там несколько, даже не стал их высылать. это все романтические, ну типа мы занимаемся производством непромышленным, а таким мы там тут, ну вот условно это можно назвать возвращение к природе, ну вот в разных модифицированных формах. Это романтизм. В принципе можно возвратиться, но тогда даже возврат сделанный вот технологично это, он автоматически предполагает, что население земли должно быть уменьшено ну в 10 раз. Есть такие планы, есть такие там статьи, здесь об этом не говорится в этих вот статьях, вот такой вот романтизм, но когда люди небольшими, дело в том, что крупное производство, оно не только от жадности капиталистов, не только там от прибыльности, потому что нужно кормить людей. нужно промышленно производить еду и различные товары, чтобы вот их обеспечивать. Чуть скос мы получаем Советский Союз, где дефицит еды, дефицит товаров. Вот. Когда я говорю о том, что водораздел это мышление, то вот то, что я высылал в нашу конференцию, что есть вот два варианта. Вот загнивание и уменьшение численности и загнивание всего. Тотальное. Или нужно включать осознанность сознания не просто там мне, там нам, человечеству, не знаю в какой форме, и сознательно начать формировать отряд людей с другим мышлением, десятки, сотни тысяч человек, молодых людей, которым постепенно передавать управленческие функции. Любой прежний путь управления ведет к тому, к чему он ведет, к кризису нарастающему. Отдельный интерес представляет экономический кризис, мы его рассмотрим, тем более, что прошло 12 лет с момента его начала, моя оценка его не изменилась, мировое сообщество постепенно пришло примерно к такой же оценке, оно шло по частям. Проблема еще в том, что вся мировая экономическая мысль двигалась по пути, который Марк в свое время называл буржуазная политэкономия. Мало того, это буржуазная политэкономия для того, чтобы стать более эффективной, развиваясь, эффективной в виде своих результатов, она ушла в ту сторону, которая называется экономикс, то есть это уже речь идет не о том, почему, что возникло, какие причины, то, чем интересовались родоначальники политэкономической мысли Адам Смит, Кене и еще ряд имен. А сейчас экономика ушла в ту сторону, а как регулировать рынки, как составлять бюджеты, как увеличивать эффективность компаний и так далее. Это совсем не то, о чем говорил Маркс, я имею в виду совсем не то, что он исследовал и то, что исследовали политэкономии до него и во время его и даже после него. Как любая современная наука не занимается началами и концами, а занимается технологиями, что, как устроено, точно так же современная буржуазная, уже даже не политэкономия, экономика, она занимается как, что устроено, а не почему что-то происходит так или это. Потому что, чтобы заниматься почему оно происходит так или это, нужно быть философами. А философы современные, европейские, буржуазные, особенно относительно экономики, это очень слабые философы. Но так получилось, что так как Маркс стал знаменем враждебной всему капиталистическому миру знаменем системы социалистической, то, естественно, весь оставшийся мир старался держаться как можно дальше от него, а уж там изучать, вникать. Мало стимулов. На другой половине земного шара ситуация была противоположная. Там это было превращено в икону, в обман, в потемкинскую деревню. В каждом городе работали храмы, которые назывались институты научные по диалектической логике, диалектического мышления. Это были исключительно жреческие учреждения в современной форме. И никто никуда там тоже не двигался и носителей, как Будда пишет в сутре, говорит, Будда никогда не писал, это записали ученики, в сутре лотоса, что если не появляется в тот момент, когда есть Будда, можно говорить понимающий, главное, сокровенное, тонкое, если рядом нет такого другого, то все обречены на непонимание. Об этом Будда говорит в сутре лотоса, она по-разному называется, сутра лотоса, там что-то такое, цветка дхармы, я помню ее название, которое сейчас почему-то не встречается, сутра лотоса благого закона, ну, не важно, лотосовая сутра. И вот это была та причина, по которой шестой патриарх отменил патриаршество. то есть тот, кто понимает суть и видит, что вокруг не понимают, и они будут передавать просто одежды, оболочки, и от этого надуваться себя любием и прочее, прочее. Система была уже развитая, что лучше пусть оно не передается, лучше пусть не будет никакой формальной иерархии высшей, чем будет ее слепок. Это удивительной смелости и мужества акт, который совершил Хуайнен в седьмом веке нашей эры. Христианство по-своему решало эту проблему передачу тонкого знания и плюс управляющих рычагов мусульманства по-своему. В частности, по этой причине появились суниты, шииты. Ну, вот как-то пыталось. Но остается по-прежнему факт, фактом, что понимание глубинное, тонкое, возможно только в системе мышления основано на диалектической логике, где закон тождества, то, которое не то, а равно а и одновременно не равно а. Любое понимание, основанное на формальной логике, на законе тождества а равно а, всегда, как только мы рассматриваем им любой живой процесс, будет вести к непониманию, парадоксам, искажениям, которые будут проявляться в конечном итоге вот в том устройстве мира, которое мы наблюдаем сейчас. С учетом того, что тех, кто владеет диалектическим мышлением, гораздо меньше, катастрофически меньше, чем те, кто владеет обычным типом мышления, вероятность того, что человечество идет по вот этому пути, по которому она идет, она, конечно, в миллионы раз превосходит другую вероятность. И единственный способ перейти на другую дорогу вероятности, это когда под давлением минус обстоятельств и при поддержке плюс обстоятельств, плюс обстоятельств, например, то, что мы можем сейчас беседовать по вот видеосвязи, зум, то, что является одним из результатов движения человечества по вот этому гибельному пути. А минус результаты, это вот различные кризисы. И вот эти вот кнуты и пряники, которые уже с одной стороны дают колоссальные возможности, а с другой стороны смертельную опасность не только отдельному человеку, но обществу, человечеству, экономикам, корпорациям, странам, возможно это совместится в некий такой компот, когда человечество какая-то часть осознает, что нужно другое мышление, другое. Человечество это вроде как и осознало, и оно постоянно об этом говорит, как на уровне низовых эзотериков, так и на уровне тех, кто там в Давосе и в других местах. Но смех ситуации в том, что сколько бы люди с первологическим мышлением говорили, что нужно менять мышление, они будут все время просто говорить. ну, это как слепые постоянно говорят о цветном зрении, но не знают, как туда прийти, или те, кто видят только двумерное и изучают эти магические картинки, и все, они понимают, что там что-то есть, что что-то есть за вот этим котлом, очагом, нарисованным на двери коморки Папы Карла. Ну, точно же есть, но как туда вот это, но как то. Поэтому лет двадцать, а на самом деле больше, со всех сторон идут благие пожелания про самостоятельность мышления, про другое мышление, про разную хренотень, но воз и ныне там. Невозможно никакое ни новое мышление, ни самостоятельное мышление, ни принципиально там другое мышление, без диалектической логики. Невозможно. Весь смех в том, что это такая сложная дисциплина, что человечество, оно было преподнесено еще две с половиной тысячи лет назад. Потом был мощный всплеск тысячу триста лет назад. Я имею ввиду Чань, а две с половиной тысячи лет назад это Будда. Потом был мощнейший всплеск это Дзен. Потом в конце девятнадцатого, в начале двадцатого все это проникло в Европу. Потом попытки здесь, потом мало того два крутейших представителя этого способа мышления Маркс и Ленин. Здесь в европейской цивилизации. Но это настолько тонко, настолько сложно, настолько закрыто от всех, от понимания всех, что порождает только разговоры, но понятно каждый человек считает себя совершенно умным, а у дурака вообще нет никаких способов понять, что он дурак. Нет таких способов. Такое парадоксальное устройство человеческого сознания, созданное Господом Богом. Иначе он потому, что не выживает. Ни как человек, ни как человечество. вот такая ситуация, которая называется кризис. Сейчас 18.01, делаем перерыв на 10 минут, а после этого разберем один конкретный кризис, который сейчас известен как глобальный экономический кризис. Перерыв. 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 Продолжение следует... 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 Так, так, так. Так, вот, заставка убрана, в смысле это надпись. Так, Владимир, Алексей, Сергей, Татьяна, подходите. Видимо, я раньше времени пришел на минуту-другую. Ну что ж. Даже на две или на три минуты раньше. Даже на две, на три. Ну, я здесь. Вот видишь, не успел. Сейчас. Алло, да, Жекочка? Говорите. Привет. Дела... Звук включи, клей. Я просто начал говорить, но выключил звук, потому что мы записываем. Ну, чтобы там личные... Точно. Спасибо. Спасибо. Ну вот, продолжаем записывать. Итак, тема второго часа – это глобальный экономический кризис. Его еще называют финансовый кризис. Считается, что он шел что-то там два года по 2009. Ну, кто как считает. Потом он закончился. И так далее, и так далее. Даже не буду пересказывать, как это считается. Идет один и тот же кризис-период, который начался в 2008 году. В конце 2008 года. Не изменились ни причины, ни перспективы, ни методы лечения, а в скобочках эти методы лечения нужно в скобочках ставить, потому что никаких методов нет. Есть лишь методы удержания вот этого вот тонущего субъекта на плаву. Мне бы хотелось все-таки, чтобы появились у нас Алексей, Владимир. Я хочу вот увидеть, слышат ли они меня. Вася. Ждем минуту. Да, Алексей, вижу. Вася, вижу. Так, Владимир. Хорошо, ладно. Поехали. Итак, когда я говорю о том, что методы лечения не изменились, как в те времена был один метод, это заливание деньгами, так и сейчас он остался. Человечество механически прошло этапы, когда оно позволяло себе это делать в одних ограничениях, я имею в виду заливать экономику деньгами, то есть выпустило такое-то количество денег, раздало бизнесу такое-то количество кредитов. Потом эта сумма увеличивалась, то есть граница эта сдвигалась, это то, что стали называть с какого-то момента количественное смягчение. Человечество вообще-то мастер называть эвфемизмами, всякие неприятные штуки, и Плутарх это отмечал еще у афинян, кажется, которые всякие нехорошие явления называли хорошими словами. Суть количественного смягчения – это то, что ты печатаешь деньги. Но так как это, в общем-то, не очень прилично и вообще тревожит общественность, то появился эвфемизм, количественное смягчение. Точно так же до конца 2008 года, а такое явление, как же оно называется, ну, когда закрываются границы, товары не пускаются, протекционизм. Был очень неправильным и крайне неприличным явлением. В начале 2009 года я писал, что в скором будущем все страны перейдут на противоположную позицию. И дальше, тогда еще был «Живой журнал», в течение полугода все страны перешли, и там прямо есть у меня статья «Хроники протекционизма», которые начинаются именно вот с этого вот моего заявления, и дальше вот эти вот переходы, когда сначала одно делается, другое, потом третье, четвертое, и через полгода такое явление, как протекционизм, то есть закрытие границ для товаров, оберегания и внутреннего спроса своей территории, то, что считалось категорически неприемлемым, неправильным, и еще раз скажу, неприличным в эпоху глобальных рынков, открытой экономики, полгода понадобилось на то, чтобы это стало привычным и повсеместным. Такая же участь ожидала и такое неприличное явление, как печатать деньги, включать станок и заливать ими экономику. Это было названо количественным смягчением. Сначала у него были какие-то ограниченные порции, дозы, эти порции, дозы со временем все увеличивались. То есть в какой-то момент ограничения вообще сняты. Существуют некоторые ограничения сейчас, но они только создают видимость ограничений, они легко обходятся экономикой. То есть человечество вступило вот в такую вот фазу. Это именно фаза, потому что, когда говорится кризис, предполагается, что это болезнь. Был здоровый, заболел, вылечили, перестал болеть. Но это не болезнь. Это некое состояние здоровья, некое состояние развития, например, как старость. Я говорю «как». Это не означает, что это старость все отрехлело. Нет. Это некая фаза, это не болезнь. Поэтому лечить, допустим, лечить беременность или старость, это не понимать того, что происходит. Капитализм, как вот этот вот глобальный организм, вошел в некоторую фазу развития, которая сопровождается повышением, колоссальным повышением сложности, колоссальным ростом технологий, то, что мы видим, колоссальное количество аспектов, новых, спорных, интересных, разных. Но в основе того, что экономика погибает, лежит одно простое явление. А именно, существует спрос и предложение. Точнее, существует платежеспособность спроса и некое предложение товара. Если мы уберем слово «платежеспособность», то тогда любое производство, любое произведенное количество товаров будет усваиваться обществом. Но будет у каждого не по одному автомобилю, а по два, потом по три. То же самое с сапогами, манной кашей, панамками, чем угодно. Эта ситуация при капитализме невозможна, потому что не просто спрос должен быть, а спрос платежеспособный, то есть обеспеченный деньгами. И вот у нас получается два потока. С одной стороны поток производства, с другой стороны поток спроса. Нам удобнее их рассматривать как потоки. Если кому-то непонятно, ну сделайте над собой небольшое усилие, чтобы увидеть их именно как потоки. Почему нам это удобно? Потому что это два разных потока, они имеют разные источники. И потому что практическое следствие из того, что они разные, имеют разные источники, разную принципиальную природу. Следствием это является то, что невозможно из одного потока что-то перебрасывать, ну энергию, товары, невозможно перебрасывать в другой поток. Само наличие одного и другого потока принципиально разных, это является, если хотите, ключевым пунктом капитализма. Только при этом условии, как батарейка, которая имеет два полюса, имеет разность потенциалов, возможен капитализм. Если я капиталист, и я не продаю то, что я провожу, произвожу, а должен просто отдавать добровольно или под действием каких-то законов, то есть перекачивать в другой поток, в поток спроса, то у меня сразу же теряется мотивация производить. Единственная мотивация при капитализме, это произвести товара больше, ну стоимостей, под стоимостью я имею в виду не цену ни в коем случае, а то, что понимает под стоимостями политэкономия, политэкономия Маркса. То есть стоимость – это квинтэссенция товара, не ценность. А ценность для человека определяется потребительной стоимостью. Не то, что он может продать или выручить, это меновая стоимость. А стоимость – некая фундаментальная субстанция, которая создается в процессе производства, которая создается в процессе, если так можно выразиться, алхимической трансформации, алхимического сжигания такой субстанции, которая называется рабочая сила. Почему алхимическая, почему это? Считайте, что это метафора. Какие-то подробности, почему именно так я ее называю, ну, наверное, мы дальше это обсудим. Но то, что происходит, находится в поле диалектической логики. А там у нас борьба и единственная противоположность, и там у нас парадоксы, там у нас дзен, и именно поэтому там буквально 2 мм до того, чтобы назвать это алхимией. Парадокс и дзен легко назвать алхимией процесса. Чем-то происходящим, таинственным, но в то же время совершенно реальным. Так вот, как только капиталист начинает раздавать свои товары, кончается весь капитализм. Единственный источник мотивации капиталиста это создание большего количества стоимостей по сравнению с тем, которое тратится в процессе производства. Купил по 5 рублей, продал по 3. Это был тест, проверка. По 3 продал по 5. Ну, примерно так. Потратил на все, деталей накупил на 3, еще своего труда прибавил на 1, а продал по 5. Но вчера, но крупно. Вот, примерно так. И наоборот, как только у капиталиста исчезает эта мотивация, то так как производство сопряжено с тратами физической энергии, денег, физических ресурсов, то исход этого производства, когда ты что-то с большим напряжением сделал, а потом это подарил, и так постоянно. Конечно, не выигрывать в той ситуации, когда ты ничего не произвел, никаких не потратил, наоборот, вот валялся, отдыхал, и потом как будто подарил, потому что как ничего не было, так ничего и нет. Ну, кроме денег там в банке и возможностей хорошо жить. Соответственно, ситуация, когда ты занимаешься производством, а потом раздариваешь товары, невозможна. Но, возможно, ситуация, когда ты занимаешься производством и раздариваешь часть товаров с какой-то целью. Ну, например, это цель продвижения будущих продаж. Или, например, ты помогаешь своему государству, потому что оно в той или иной форме, сейчас или позже, компенсирует тебе эти затраты, а ты ответственный предприниматель, и ты понимаешь, что нужно поддерживать систему. Но и в том, и в другом случае, как когда ты стимулируешь будущее продажи, так и когда ты поддерживаешь общество и государство, ты, во-первых, раздаешь часть товара, а не весь. А во-вторых, раздаешь его конечное время, а не постоянно и всегда. Соответственно, если брать вот это пространство-время, ну, то есть количество товара и время, когда ты раздаешь за какую-то одну единицу, ну, приведем там к процентам от товара, то это означает, что ты можешь отдавать без, отдавать обществу, там, людям какой-то небольшой процент от произведенного без серьезного ущерба для производства. это означает, что существует граница, за которую ты, отдавая, выходить не можешь. Это означает, что эту границу можно так или иначе найти, вот, но когда ты раздаешь эту часть товара, ты уж точно не можешь спасти платежеспособный спрос, который двигает твою капиталистическую машину. мир устроен уже таким продвинутым и сложным образом, что государства экономически развитые, их финансовые системы могут позволить себе такой трюк, как то, что они печатают деньги. Так как система очень большая, то вот этот вот лаг между тем, как созданы необеспеченные деньги и экономика просела, он достаточно большой, и, я повторю, если это делают наиболее экономически развитые государства, чья валюта напечатанная потребляется всем миром, всем человечеством, то есть инфляция, как некий процесс, распределяется на весь земной шар, то эта экономика, которая находится наверху и печатает деньги, может себе позволить такой трюк. Любая другая экономика, как только начнет печатать деньги, тут же, то есть, чья валюта не распределяется на весь земной шар, не поддерживается всем земным шаром, как пьедесталом. Любая другая экономика очень быстро столкнется с инфляцией в собственных границах. По той причине, что никакие сильные экономики не пустят вот ту вот экономику, которая послабее, они ее не пустят с напечатанными деньгами, чтобы та экономика могла покупать их реальные товары. Никакого продвижения за пределы этой экономики этого напечатанного не будет. И в этом принципиальное отличие того, когда печатает деньги экономика, которая находится на вершине пищевой цепочки и любая другая. У одной напечатанные деньги распределяются на весь земной шар, у других они сразу же замыкаются внутри замкнутой системы под названием национальная экономика. И если мы говорим, что по определению эта экономика не входит в самые сильные, то там происходит быстрый коллапс всей экономики и всей финансовой системы. И наоборот. Экономики развитых государств могут себе позволить такой трюк и позволить его достаточно долго. Создавая себе условия для жизни за счет того, что потихоньку, медленно вот эти вот все страновые, корпоративные и человеческие субъекты проседают проседают каждый на свою небольшую частичку. Расстояние между этими двумя потоками наглядно удобно их представить вот так под углом. Все время увеличивается. товаров производится все больше, а платежеспособный спрос падает. Как так произошло? То, что производство развивается, этому мы обязаны, кстати, есть такое выражение, в фильмах встречается, кто-то приходит, а другой его спрашивает, чем обязан? Это неправильное выражение. А в некоторых фильмах есть правильное выражение. Тот, кому приходит, задает вопрос, чему обязан? Так вот, чему обязан, это сокращенная формула, старая формула, которая применялась в 19 веке и ранее. Что чему обязан счастью видеть вас? Чему обязан приятности принимать вас у себя? То есть, какой причине обязан создавший вот такое счастье? Ничем я вам обязан, а чему обязан счастью встречи? так вот, чему обязана вот эта вот линия этого потока производства? То, что она увеличивается и отдаляется от потока платежеспособного спроса. это происходит по причине совершенствования. Растет производительность труда, появляются новые технологии, наиболее известные направления этих новых технологий, повышающих производительность труда, это роботизация, автоматизация, искусственный интеллект, искусственная интеллектуализация, о, кстати, у меня возник термин, не знаю, есть ли он, слово искусственная интеллектуализация, оно такое не по-русски, а киберцефализация вполне, ну, по-американски нужно говорить сайберцефализация. Детишкам читал про Древнюю Грецию, и там это, по-моему, когда вот этот дельфийский оракул, апо-омоно, что не детишкам, праздник назывался Кибернесией. Надо будет найти, да, такой древнегреческий праздник, и он тоже как-то связан с управлением или что-то такое, там я не помню, чтобы обратная связь как-то там была, но управление что-то такое просматривало. Да. Так вот, все эти процессы ведут к тому, что количество производимых товаров растет, и одновременно эти процессы ведут к тому, что количество работников на предприятиях уменьшается, то есть количество людей, получающих зарплату сокращается, и платежеспособность спрос как некое свойство, некая функция вот этого вот слоя социального, который производит поток вот этого спроса платежеспособного, вот этот слой сокращается, и этот поток сокращается. Вот такое диалектическое противоречие. Любой уход людей в услуги, в оказание услуг друг другу и так далее, это точно так же, как какие-то малые производства или что-то еще, это совершенно, во-первых, не влияет на эту ситуацию, ну, как главную, как глобальную, во-вторых, никак не может отменить ее результатов, ну, это примерно так, как уход человека в парикмахерскую, открытие им парикмахерской, и вот громадный автоматизированный завод по производству роботов, ну, это просто объекты принципиально разных масштабов, отличающихся примерно в 100 миллионов раз. Поэтому никакое распространение туристических услуг, даже не берусь сейчас коронавирус, который полностью отменил это все, никакое распространение бытовых услуг, никакое распространение услуг психологов, никакое распространение даже услуг продавцов, консультантов, то есть невозможно. Все, что зарабатывают эти люди, является мало того, что малой, мельчайшей частью по сравнению с вот этим громадным котлом современного капиталистического производства и одновременно само производство этих услуг, оно направлено на обеспечение людей, которые черпают из вот этого котла. Ну, например, рабочих предприятий. Когда они ходят в парикмахерскую, это все хорошо, парикмахеры не могут брить друг друг и так далее, так далее, то есть это все замаскировано тем, что там множество циклов, но тем не менее основа всегда находится в производстве, в производстве промышленной продукции, в производстве сельскохозяйственных продуктов. Если платежеспособный спрос сжимается в этих отраслях, то платежеспособный спрос среди парикмахеров, художников и так далее, то есть тех людей, которые выполняют функции обслуживающего персонала для основных групп, классов, занятых в производстве, сложную конструкцию построил, забыл. Короче, не получается заменить. Не будет такого, что работают автоматические заводы, а люди каким-то образом продвигают что-то в интернете и хорошо живут. Нет, не будет. Чтобы они не умерли от голода, им нужен безусловный базовый доход. Введение искусственного интеллекта, киберцифализация в ближайший год-два, в ближайшие полгода даже, уже изменит действительность. Я сегодня услышал, что вот выход из коронавируса в Москве зоопарк работает, предупреждают, вы знаете, в кассы не идите в кассы, а кассы перед зоопарком, ну, какое-то количество, раньше, кассы, знаете, кассовые окошки перед стадионом, много было перед зоопарком, не идите в кассы. Почему? На кассе, на сайте оформляйте себе электронный билет, а если вы не оформили на сайте электронный билет, то перед входом в зоопарк просто включить приложение и пара кликов, что там, я не знаю, QR-код, оплата и заходить. То есть, какое-то количество людей, которые десятки лет работали в кассах, все. Что это значит? Это значит, что в ближайшее время в метро кассиров заменят точно дальше. Понятно, что этих кассиров заведут везде, потому что зоопарк это не МГУ, это просто зоопарк. Если там уже всех заменили, ну, значит, вот оно дошло. Ну, я имею в виду, не какой-то там Сколково. Там просто эти хрюшки, бобры, кто там, белки ужасные, дети какие-то дикие. Ужас. Посмотрел я, кстати, Чарли, шоколадная фабрика. Какой чудесный фильм. Я, конечно, обожаю этого, как его зовут? Актер. Джонни Депп. Джонни Депп. Да, Джонни Депп. Джонни Депп. Игги-поп. Джонни Депп. Да. А какой фильм мощный, тонкий, как они этого умеют. И, кстати, вот Джонни Депп, вот Владимир, заранее делаю заметку, потому что мне хотелось сегодня мне рассказать про зеленого. Я же с 15-го числа должен начать уже читать школу вот этого идеального родителя. Индивидуальные занятия. Ну, понятно, индивидуальные, они будут вот для клиентов. Все члены штаба могут присутствовать в неограниченном количестве, как бодхисаттвы, восседающие на облаках. Это вообще пожалуйста. Вот. А там основное 90% будет про зеленого, про его технологии, про его технологии, про его аспекты, про его... То есть, оно хорошо прикладывается вот в этой вот модельности. Вот, Кенев специально для тебя рекламирует, ты тоже слышал, у тебя маленький ребенок, что вот школа идеального родителя, тут ко мне уже придираются, идеально, вы видели идеально, ну хорошо, нужно назвать образцового. А если уж совсем набраться смелости, то это будет школа зеленого родителя, пусть думают, что это об экологии, а мы-то знаем, что это Халка и оттуда зеленый. Зеленого хорошо, да. Как? Зеленого хорошо, да. Да, да, да. А, да, а ты придираешься, где вы видели идеальных? Да нет их, ну и что? И что? А где вы видели Будду? Здрасте, где вы видели бодхисаттву? Не, идеальные есть, мы идеальные. Да, да. Ну вот, вот ты видишь, да, была, да, идеальная, потом образцовая. Нужно скромнее быть, будешь зеленым. Зеленого родителя. Слушай, а вот я шучу, я-то шучу, а ты-то этот и есть, без всего, нет, отфу-то-тфу, чтоб не сглазить. Тфу-то-тфу, все, закрываю рот на замок, чтоб не сглазить. Да, Кенев, ты, конечно, да, ну отдельно, ладно, будешь читать, лекции, потом как-нибудь. Блин, рад видеть. Как-то, 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 как-то. Итак, джендельмены, про детей заканчиваю, кто не знает, у меня тоже трое детей, все уже, конечно, выросли. Ой, ужас, ужас, ужас. вот, да, вот, и до идеальных родителей мы о чем-то говорили. спрос, предложения и балансировки каких-то этих потоков. Джонни Депп, Чарли Шоколадная Фабрика. Чарли Шоколадная Фабрика, зеленая, а про Джонни Депп, еще про зоопарк было. Да, вот, вот, вот про зоопарк. Я почему Джонни Депп посмотрел, потому что там отдельный эпизод, это когда папу этого мальчика выгнали с предприятия, потому что там красный такой робот, который стал там это, но в конце счастья, в конце счастья, все повезло, все образовывалось, и папа стал чинить этих роботов. Ну, это искусство, это специальный хэппи-энд, чтобы нам это, потому что мы уже знаем этого папу, они там плохо там жили, но таких-то пап на заводе тысячи, а чинить-то один, но ничего, но это искусство. Вот, а мы идем там, в эту сторону. И, соответственно, какое-то количество людей будет жить вот в этих вот современных резервациях, которые не в пространстве, а в неком, как мне, что-то такое я читал, что не в обычном пространстве, а в информационном пространстве, но это тоже условие. Смысл вот какой. Если ты получаешь вот это вот пособие, безусловный базовый доход, оно будет такое минимальное, чтобы ты удовлетворял свои физические потребности, минимальное, ну, естественно, с учетом страны и времени, то есть для одного общества социальный стандарт будет один, для другого другой, но почему я это называю резервацией? Это всегда будет низший слой общества. Люди — это не только существа, которые должны есть, одеваться и так далее, они должны занимать некое социальное положение. И если массово вот распространится, вот это, безусловно, там массовый доход, то люди будут выживать, но это будет долговременная, долгоиграющая резервация. Почему долгоиграющая? Потому что, ну, что делать с этим, непонятно, поэтому, ну, вот как-то. И, соответственно, как-то оттуда будут выискиваться какие-то пути, какие-то там люди, какие-то таланты. И в этом смысле мы очень приближаемся сейчас к образу, фильм, который, вот помните этот вот фильм? Джейсон Аббор, Мэтт Даймонд. Там наверху какая-то станция, как называется этот фильм, не помните, не помните, ладно. Ну, они живут на земле, он работает на заводе по производству. Элизиум. 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 Вот это очень талантливый фильм. Мало того, его сделал тот южноамериканец, южноафриканец, режиссер, который просто, можно сказать, ворвался в мировую киноэлиту. Перед этим его фильм был, помните, район номер 9, где инопланетяне прилетели. Я правильно называю район номер 9? Нет? Или это другой фильм? Зона, то ли район, да, Район 9, есть такой фильм, да. потому что есть очень похожий, там, где они по крышам прыгают, тоже вот такой классный фильм. 13 район. Да, это 13 район, вот такой фильм, просто чудесный. А есть еще фильм район номер 9, и вот его создал вот этот вот южноафриканец, ну, понятно, им легко, они все по-английски с детства говорят. Да, да, прошу прощения, не могу сейчас разговаривать. Вот, и он пробивался из каких-то условно там низов, создавал вместе со своим другом в школе еще какие-то фильмы, и, ну, понятно, таланты всегда будут пробиваться. Наташа, не могу тоже сейчас разговаривать, извини, надо же. Ладно. Так, вот, и в этом вот фильме Элизиум, этот режисс, вы помните главного героя в фильме 9 район? Ну, такой вот худоватый менеджер африканский, ну, он белый. Не помните? Стоит отвлечься на минутку. Стоит отвлечься на секундочку. Сейчас, дорогие друзья, одну секундочку, девятый, вдруг у меня получится сразу же это сделать. Девятый район. Ага. Так, девятый район. А, ну, так, девятый район. А что такое девятый район? Какие-то совсем другие в песне, что ли? Так, пишем фильм. Фильм. Вот он, вот он, ну, вот же он. Сейчас я вам покажу. Так. Район номер девять, Клейн. Да-да-да, идет пока реклама, а я пока включу демонстрацию экрана. Маме взять не нужно, себе дороже. Ладно, пропустить рекламу. Район номер девять, необычайно умный, научно-фантастический хит, и в нем происходит очень многое, особенно в финальном арте. Вот, вот оно, нам звук не нужен. Помните? Что на самом деле произошло? Вы шляете над тем, что могло бы произойти дальше? Мы постараемся. У района номер девять нет героической конкурсии. Да, теперь узнается. Надикуса находит оставленный на ее посылке. Вот он он, узнаете, да? Мы знаем это, потому что Надик, либо у Женебикуса появился тайный поклонник, либо санк... Вот он он, узнаете, да? Да. Сейчас, классно. Еще один такой же цветок, поэтому либо у Женебикуса появился тайный поклонник, либо санк... Вот оно. Как он выглядит? Я для чего показываю? Я вам сейчас покажу его в фильме «Элизиум». Вы просто охренеете. Мало того, он режиссер, так он еще и актер. Итак, мы смотрим «Элизиум». Да что ж такое сейчас? «Элизиум». «Элизиум» рай не на земле называется. Вот. Вот, 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 что-нибудь. Вот он он. Сейчас. Особенно там последняя сцена. Так. Вот главный бандит. это он же. Сейчас, секундочку. Не тот эпизод. Есть, есть более крутой эпизод. Вот он. особенно где они на улице дерутся. Вот он. Вот. Это он же, представляете? кстати. Я дерусь, моя дорога. Ах, кружочек, тебе нужно подниматься. Кстати, а вот это, это, это один из самых талантливых бразильских режиссеров, который играет здесь тоже актерскую роль. Это какой-то, это, вот он, что-то про Коломбину, Коломбиану, по-моему, это он снимал. То есть, все крутые бразильские фильмы он снимает. И вот тут вот такое. Вот такое. О, хорошо. Ну, и так далее. То есть, я что хотел сказать, что остановить демонстрация, что он и режиссер, и актер и этого фильма, Элизиум. Представляете, какой крутой чувак? Вот, прям, он в школе еще начал короткометражные фильмы снимать со своим каким-то другом, и они так вот прорвались вот на этом, на всем. Вот. А тот фильм, который он снял, Элизиум, когда общество расслоилось, ну, понятно, что у Пелевина там свои тоже, внизу там орки, вверху Big Big Beast, а вот тема такая, звучащая. Но, когда вся планета Земля вот заполнена вот людьми, у которых, если есть работа на заводе, не слишком квалифицирована, это уже счастье, а у всех остальных ничего, но какое-то количество населения живет в отдельном районе, высоко в космосе, в высокотехнологичном районе, это вот одна из реальностей, один из результатов исследования, очень похожий на правду. И, может быть, это, в заключение скажу, еще и не самый плохой вариант. Вот. Возвращаясь к теме глобальный экономический кризис, хочу сказать, что вот то, что я говорил, это, так, у нас час уже прошел, о нем, это общая картинка. Есть еще тема, которая показывает, почему при капитализме вот возникают эти два потока, почему только они возможны, и откуда сами эти потоки. это и есть вот тут вот реактор капиталистического производства, где рабочая сила химически сжигается, превращаясь в стоимость. И ключевым понятием там является прибавочная стоимость. В одной из наших встреч мы разбирали вопрос капиталистической эксплуатации, мы пришли к тому, что, что это за эксплуатация. Этот назначает цену за свой товар, за рабочую силу, этот покупает по цене рабочая сила этот товар, кто-то его продает на рынке, рынок, как и рынок любого товара, устроен крайне справедливо, прям автоматически, то есть количество стоимостей, которые тратятся на создание этого товара, вот они определяют стоимость этого конкретного товара, и никакой капиталистической эксплуатации, как кто-то кого-то обманывает, заставляет, нет. Но в то же время это не просто заставляет, это железное заставляние, и если до этого заставляли силой оружия, то есть это было внеэкономическое принуждение, когда тебя обращали в раба, или когда ты был лично зависимым каким-то виланом, то сейчас это экономическое принуждение, которое так посмотришь, да все что хотят, можно я так скажу, что хотят, то и делают, а на самом деле вырваться отсюда еще сложнее, чем из любого внеэкономического, да, да, из экономического, ну как ты вырвешься, вот, и поэтому без диалектической логики Маркса понять невозможно, без диалектической логики невозможно создать то, что создал Маркс, без диалектической логики невозможно было Марксу понять то, что он создал, отсутствие диалектической логики превращает Маркса полностью дурака, который заявляет, вот примерно то, что я заявляю на своем языке А равно А и А не равно А, фигурная скобка и это вместе. Это же проще. Товар, деньги, деньги, товар. Ты что, наукообразничаешь тут? Но это так выглядит картинка без диалектической логики. А с диалектической логики там все просто. Там на пальцах он показывает, что раз, два и вот так. Все, что показывает ее формула товар-деньги товар, ну как любая там, не надо даже триады, ну как любая триада. Любая триада заключена в бесконечность этих триадов. И мы говорим, что одно и то же и разное. Что такое одно и то же? Вот у нас есть цепочка. Товар-деньги, 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 товар-деньги. Деньги все время превращаются в товар, товар все время превращается в деньги. И цепочка эта бесконечна. И что нам говорит Маркс? Нам Маркс... Один из моментов, потому что это не самое главное, что говорит Маркс. Просто на этом примере, на примере этой дурацкой формулы. Товар, деньги, товар, деньги. Что нам говорит Маркс? Он говорит, что если общество, как вот эта вот система, где вот господствуют вот такие отношения, менталитеты и всего, если это капиталистическое, то там во главу угла ставятся деньги. То есть ты все время стремишься, затратив какое-то количество денег, создать еще большее количество денег. Деньги ты превращаешь в товар, товар ты продаешь, получаешь еще большее количество денег. Это и есть двигатель капиталистического производства. Предыдущее общество или последующее, по разным причинам, я имею в виду одно рабовладельческое, а другое, допустим, колонистическое, оно будет работать, ставя акцент, вот это очень напоминает, кстати, генетический код и эпигенетическую вот эту вот экспрессию генов, когда одна и та же последовательность, просто одни гены ты там ингибируешь, одни участки, а другие, наоборот, там усиливаешь. И тогда последовательность одна и та же, а как в Дании, два поколения рождаются после вот этого голода 44 или 45 года, 1900. Два поколения переживших голод рождаются с уменьшенной массой тела и там то ли с болезнью, то ли что, эпигенетические изменения, хотя геном тот же самый. И вот здесь товар, деньги, товар, деньги, товар – это просто вот то, что мы выбираем, на что смотреть, но не только. Это то, что при одной системе усиливается, ставятся акценты на деньгах, а на другом на товаре. Если мы говорим товар, деньги, товар, мы говорим об обществе патриархальном, которое я произвожу. У меня есть какое-то количество товара, я его обмениваю на какое-то количество денег, чтобы у меня было больше товара, чтобы я лучше жил, чтобы я лучше потреблял. И в этом моя задача, как, например, не только ремесленника, но и того, кто является латифундистом. Что такое латифундист? Рабовладелец, ну, допустим, две тысячи лет назад. У меня большое количество земли, там работают рабы, они производят какое-то количество товаров, которые я и продавать-то и не собираюсь. Если мне нужны деньги, и я хочу богатить, я это делаю, у меня для этого есть прекрасные другие способы, не производство. Это войны. Весь Рим все время воевал. Золото текло рекой из завоеванных территорий. Не нравится воевать? Пожалуйста, как раз вот, когда он еще был молодым, там пожары в Риме, скупал какое-то количество зданий, делал ремонт и продавал. Ну, не так, что по одному, а там 50 зданий, 100 зданий. Или, например, при Суле придумали, ну, Сула, и придумали вот эти вот списки проскрипционные, когда можно было на кого-то указать, что он плохой. Ему секир башка, а часть его богатства шло в казну, а часть тебе в карман. Это стимулировало тебя, это официально совершенно. Поэтому вот есть Сула, вот он диктатор, вот его там лучшие полководцы, там Крас, в ней Помпей, ну, Помпей воюет, и, в общем-то, в политику не вмешивался, а Крас этим очень активно пользовался. В список какое-то количество имен, их там, а ему деньги, очень быстро стал самым богатым человеком Рима. То есть производство в отсутствии капитализма, в отсутствии технологий, играет очень слабую роль для того, чтобы быть стимулом человеческой деятельности. Люди богатели, и их богатства не на уровне были среднего капиталиста, и Крас, например, называл богатым человеком. Кто-то до этого назвал, что богатый человек – это тот, у которого в Добе больше вещей, которых он не помнит, чем то количество вещей, которых он помнит. Очень так, это все, и тут пришел Крас, через какое-то время услышал, наверное, нет, говорит, нет, не согласен. Богатый человек – это тот, кто на свои средства может содержать армию. Всего, ну да. Короче, веселились, как могли, до всякого производства. И именно, именно тогда, вот, богатство, оно, выделялось не в активах, не в твоей производительной способности, как сейчас, потому что другой смысл общественного строя. А именно, в количестве тех вещей, которым ты владеешь. И добывал ты их, повторю, непроизводством. Вот. Ну, или если мы перенесемся в будущее, в будущее, то деньги, товар, деньги, действительно, заменится формулой товар, деньги, товар, это и есть, когда люди хотят просто лучше жить. И в этом смысле это похоже на семью. Семья не стремится, чтобы у нее, вот, было много денег, как просто денег, которые дадут возможность производить другие деньги. к этому стремятся производства. А семья живет так, что вот она хочет, чтобы у них было столько-то помидоров, столько-то обедов, столько-то одеждов, столько-то возможностей в виде вещей, в виде услуг, которые они могут потреблять. То есть, формула деньги, товар, деньги, говорит о том, что главным является производство, мотивация движения. А формула товар, деньги, товар, что главной мотивацией является, ну, как в той же семье или там при хомизме, является потребление, рост производства. В одном случае, в другом случае, рост потребления. И это принципиально разный фундамент для движения общества. При советской власти пытались, что советские люди будут хорошо жить, что наша задача по партии, значит, чтобы советские люди все лучше и лучше жили и так далее, и так далее. Но, так как основа производства, основа производства и политэкономия при социализме капиталистическая, то вот это противоречие между капиталистическим способом производства и социалистической идеологией, а точнее, социалистическообразной идеологией, это был основной конфликт, который можно даже назвать шизофреническим, что с одной стороны всем понятно, что нужно как-то хорошо жить и как-то стараются, а с другой стороны идеология такая, что жить хорошо не надо, нельзя и вообще это плохо. И вот эта вот легкая шизофрения вместо диалектики, потому что если диалектика, тут все тоже хорошо связывается. Ну да, да, не должно являться желание там хорошо жить главным, основным, желание хорошо жить должно учитывать, это можно тонко сопрячь, но можно это просто. Желание жить хорошо, это плохо, но жить будем лучше. Ой, нельзя, мотивация, нельзя. Будем считать, что это вывезло. Вот это было просто высокая степень удивленности. Это там, где дзен и диалектику заменяют начетничество и формализм, там сразу же появляется глупость. Просто когда смотришь одну сторону, вроде не глупо, другую не глупо, а когда они вместе, глуповато, конечно. А диалектика создана как раз для того, чтобы вот так органично отображать, не соединять, они сами соединятся, отображать мышление, вот эти противоположности, между которыми, если это живой процесс, постоянно есть единство и борьба этих противоположностей. Слова заезженные, смысл пытаюсь донести каждый раз в другом аспекте, в другом развороте, раза с 33, вы помните, Илья Муромин с 33 года сидел, сидел на печи, потом встал, о, все понял, и пошел, 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 пошел. Вот так примерно тоже работает понимание, в том числе повторение. Можно вопрос? Будь добр. Получается, что диалектика еще заключается в том, что если целью ставить развитие производства, да, вот если в эту пирамиду ставить производство, творческий аспект, скажем так, производить, то фундамент все-таки зыждется на какой-то финансовой штуке, то есть, чтобы производство дает финансовую поддержку, а если в краеугольном камне станут финансы, то концентрировать внимание необходимо именно на производстве, то есть, имея в голове целью финансы, ответ короткий, ответ короткий нет, потому что все вот эти вот формулы товар, деньги, товар, это некая констатация и попытка объяснить, что это такое, а вот суть одного пути другого заключается в следующем, вот существует какое-то количество людей, которые вот помещаются у меня на экране, у меня тут ровно девять ячеек, и вот если мы пойдем в сторону развития там общества и все это такое, то каждый из нас так или иначе, Кенев лучший, я может быть примерно дальше, как Кенев немножко по-другому, там проекты, что-то еще, Смирнов вообще только пашет и все, ну ладно, не важно, Харитонов там что-то лудит, вот, не лудит, что разрушает это, ну ладно, не важно, так вот, я что хочу сказать, вот, если какое-то количество сознаний обладает определенной системой ценностей, определенным мышлением изучает и пытается понять диалектическую логику, еще раз, и ценности, и вот это все, как система, вот капитализм бесконечное количество элементов, и Кенев со своим менталитетом тоже бесконечное количество объектов, ну, понятно, среди нас есть, попроще, конечно, кое-то, вот, так, смотрю, смотрю, ладно, ладно, на себя посмотрел, все, спокойно, Харитонов, ну, у тебя прям вот такие глазищи в экране, ладно, сиди, смотри, так вот, если вот эти люди пойдут по пути развития эффективности производства, создания образования, еще чего-то, если они обладают начатками хотя бы диалектического мышления, то есть мышления на основе диалектической логики, если у них вот это все связано с системой ценностей, не формальной, а такой правильной, настоящей, если они будут дальше совершенствоваться в мышлении, в ценностях и во всех вот аспектах и одновременно тянуть на себе экономическую телегу, неважно там как, то жизнь экономики и общество будет улучшаться. Мало того, вот эта вот формула товар, деньги, товар, что в начале, что в конце, с чего бы они не начали, оно все равно гармонизируется, выстроится в правильную конфигурацию и будет идти. Из речения чай, напомню, старинная, звучит так, если искренний, ну там, если искренний человек проповедует ложное учение, оно становится искренним, истинным. И наоборот, если не искренний, они так мягко выражались, искренний, не искренний, они не говорили, хороший, обладающий теоретическим мышлением, умный, проработанная система ценностей, а с другой стороны, дурак и жулик и все это такое, они выражались мягко. Искренний человек, не искренний человек. А если не искренний человек проповедует истинное учение, оно становится ложным. Относится ли это к буддизму, к марксизму, адабу, чему угодно. То есть чай четко говорил, вот так, все. И здесь то же самое, нет вариантов. Для того, чтобы двигаться в сторону экономики, можно поразбираться, можно поразбирать фундаментальные аспекты, можно поразбирать деятельностные аспекты, можно поразбирать управленческие аспекты, можно контекстные аспекты. Но это, ну да, да, Но вот есть вот эта вот основа такого мышления, спайного, а по-другому в директорическом мышлении не может быть системой ценностей и с многим еще чего. То есть вот такое модельное пространство. Будет результат. Нет его. Будет только имитация. И не спасет ни ум, ни благочестие. Ничего не спасет. Почему я говорю благочестие? Потому что тот же Будда говорил, что если ты чистый, это все, но нет, упаи, а упаи можно перевести как менеджмент, умение делать, умение управлять, то вот все и ничего не будет. Замкнут, растопчат, разорвут. То есть если тебе ноги, или как я в свое время писал, если тебе ноги можно перешибить соплей, то сопля обязательно найдется. Вот. Поэтому, возвращаясь к формуле, это просто был пример, чтобы показать, что дурацкие формулы Маркса, подумаешь, математика, на т, на д, или а равно а, глупо. Но это совсем не значит, что любой дурак, который сложные проблемы поясняет на том, что возьмем одну ложку, один плюс один, посмотрим это, потому что хоть на простых примерах он, хоть на сложных, там нет ничего, там только пустышка. А уж когда на простых он что-то пытается, это такое далекое непонимание. Вот. время у нас 19.15. Одно слово, пару слов можно? Пожалуйста. Когда я рассматривал то, что Испанская империя, первоначальное обогащение и прилив золота и серебра, в конце концов, обанкротили страну, вот сам факт поступления халявного золота и серебра, он перевернул экономику, Испания вышла из империи, полностью разрушена, и до сих пор еще плоды вот-вот-вот тех ошибок достигает. Раз, революция. Какой интересный аспект. Какой интересный аспект. И вторая, вторая штучка, позволь, и таким образом, я думаю, у тебя более объемная тема появится. Я тогда пошел смотреть, потому что там меркантилизм, как зарождение капитализма и протекционизма. Это слово, которое негативный аспект, на самом деле, это было революционным словом. Развитие рынка. Для того, чтобы денег стало больше, в стране не обязательно приход денег, а необходимо вырастить производство и защитить его от засилия импортного товара. Как-то так. Википедия, посмотрите, я не буду сейчас загружать на счет. Да-да-да. Да, хорошо. Интересно. А там нет уже там. Это все действительно очень интересная материя. Про Испанию я не знал, но естественно в свое время я изучал такой предмет как история экономических учений, соответственно все эти там не только меркантилизм, но много еще. Я уже не помню. какие-то выводы там это сделать. Почитать и перечитать это интересно. Вот да, да. Понятно, что в начале речь шла о том, что например, долгое господство мнение, что если ты торгуешь внутри страны, то богатство нации не прирастает. торгуй только с рубежом. Говорю, что парикмахерские и так далее, то есть это такой вот внешний слой, а вот внутреннее это производство. А, была школа физиократов, которые точно так же относились к производству, но к производству когда? 200 лет назад, когда пролетариат промышленный только зарождался. Это тогда, когда пролетариат это был в основном неквалифицированный малочисленный рабочий класс, не имеющий собственности, жилья, такие парии, отверженные. Это было всего 200 лет назад. Через 50 лет они превратились в более-менее похожий на пролетариат. А до этого это были паденщики, у которых горизонт жизни был, ну, один день им платили поднял. Да, и вот тогда совсем другое было отношение к этому нарождающемуся капитализму, и его тоже считали чем-то типа сферы услуг. Что такое чем-то типа сферы услуг? Господствовала некая экономическая школа физиократы, которые говорили, что основа, фундамент это то, что производится на земле. выращивается урожай, добывается железо или что-то еще. А все остальное это услуги, это обработка. Представляете, да, круто, да? Вот подстричь человека, это я на услуги. А вот было время 200 лет назад, когда любое то, что ты из этих плиточек железа выковывал кувшинчик или что-то такое, это все обработка, это все несерьезно. А вот там вот на земле, где это, это вот то. И это тоже диалектика, потому что обработка или фундаментальный слой. Ну вот потому что любую часть возьми, ее можно застолбить как фундаментальный слой, а можно на нее посмотреть как продолжение чего-то. Вот дети, кто это такие? Кто такие вот дети? Кто такие дети? Ну какие-то там понятно мелкие, что-то там они впитывают в себя. Понятно, что ничего такого не стоит. Дети и дети. Соответственно, предлагаю каждому на себя посмотреть с этой точки зрения и сразу почувствуйте, что не очень вы согласны с этой правильной точкой зрения. Ну я могу вам предложить другую точку зрения детей, что все старые пердуны, но вы же тоже не согласны. Поэтому Т, Д, Д, Т, Товардинь. Не знаю, надо думать. Вот. Так вот, 19-15 это было, сейчас наверное уже больше, 19-20. капитализм. капитализм. Я говорил о том, что без диалектической логики это понять невозможно, потому что невозможно застолбиться, кто из нас основное звено, кто обработка, кто дети, а кто взрослый. в любом живом процессе постоянно будет вот это существовать. Вот. Так мало того, что кроме этого существует еще какое-то количество аспектов. И главное из них это все время то, которое не то. Так посмотришь, никакой эксплуатации, все справедливо. На рынок пришел, на рынке купил, какая разница, клубнику ты покупаешь, леники, рабочую силу, какая разница ты продаешь, гайки, болты, рабочую силу. Но по-другому если смотреть, то разница есть. И она направляется в том, что те, кто владеет средствами производства, и поэтому одно из основных требований всех социалистических учебий отмена частной собственности на средства производства. Другое дело, что и отмену частной собственности на средства производства можно понимать в очень разных смыслах. например, частную собственность отменили, отдали ее государству, а государство учитывая, что это инструмент, частная группа завладела этим инструментом. Вот мы получаем, что мы получаем? если кто-то думает, что я говорю про сегодняшнюю ситуацию, то сначала подумайте, по крайней мере, сначала подумайте про 1933-1934 год, 1900. Вот какое-то количество членов партии, собравшихся вокруг Сталина, потому что были другие, вот оседлали этот инструмент. Инструмент, инструмент. Что такое государство? Вот хорошо, Ленин, государство, революция, все подробно написано. И получается отсутствие частной собственности наследства производства, когда какая-то группа в государстве владеет этой всей собственностью. Это отсутствие частной собственности или наоборот монополизация предела частной собственности, когда какая-то группа верхняя Sabbath политической партии владеет всем. Так или иначе, всем этим владеет, распоряжается. Юридически оно не владеет, да похер. Какая разница юридически. Если ты можешь создавать армии и финансировать их, ты богатый человек. А если ты не помнишь, где у тебя что в стране лежит, ты тоже богатый по другую версию. А если ты еще можешь количество бесчетной жвачки жевать, когда в страну ее не привозят, ну я уже почти фантазирую, ну и ладно. То есть можно отличаться и желтыми штанами, и прочими этим. При любых формальных, так сказать, запретах. Вот, поэтому то, что вот было, это был государственный капитализм. И когда на место частных собственников капитала, то есть капитал определим сейчас как промышленный потенциал, потенциал к производству. И что это составляет богатство нации, суть его богатства нации и основную форму. И вот когда этим капиталом владеют по частям какое-то количество людей, это частные капиталисты. А когда вместо частных капиталистов владеет государство в виде отдельного клана, партийно-бюрократического, это называется государственный капитализм. Вот. Но это капитализм. И как бы он ни назывался социализмом, как бы на клетке там с этим ослом ни было написано. Тигры, даже, ну или что там, рефы, даже много раз. Политекономическая суть указывает, что есть некоторые иллюзии, фантазии, есть кое-какие наведенные иллюзии, есть какое-то воспитание сознаний, есть попытки выдать одно за другое, а постоянно в истории человечества встречаются. Но реальность такова, что в итоге это там разрушается, гибнет, не стыкуется. Вот. И разобраться в этом без диалектической логики, без мышления на основе диалектической логики, которая позволяет видеть то, которое не то, и различать то, что на вид разные, видеть, что это одинаковое, а то, что одинаковое на вид, понимать, что это разное. Вот в этом задача диалектической логики. А экономика это именно такая. Даже простейший пример. Если, допустим, Руди делает проект, а ему кто-то платит деньги. Это чьи деньги? Рудина или того, кто заплатил? Мое, мое. Руди, ну, твое же, если твой проект заработал? Если, какой, если я делаю свой проект? Да, твой проект вот ты делаешь там для вот этих вот американских этих теннисистов. То, что я получаю как зарплату, я получаю как зарплату. То есть это оплата моего труда. Хорошо. А если ты получаешь не как специалист, а как совладелец проекта, ну, предположим? Ну, как совладелец проекта я заинтересован только в росте своего проекта. Те деньги, которые платят клиенты проекту, это твои деньги? Вот у вас два-три капиталиста. Да. Часть этих денег, ну, это деньги, принадлежащие корпорации. Я просто говорю, это деньги твои или клиентов, пусть только они заплатили? Ну, это деньги компании, вообще-то. Деньги компании, хорошо. Это деньги компании, ну, в смысле, вы как лицетворение компании, мне так проще. Это ваши деньги или клиентов деньги? Потому что против вас клиента, как человек стоит. Это наши деньги. Правильно. И у меня, знаешь, в дупле там вопрос. А почему же вы все время говорите спасибо вам, дорогие клиенты, что вы в нашу компанию прибудете ваши деньги? Значит, вы понимаете, что это их деньги? Да. Я не знаю, Руди, говорили бы вы это хоть раз, и вот, простите, что такое экстремпт. Такое. Я просто хочу показать, где здесь то, которое не то, даже вот в маленьком миллиметре про деньги, деньги компании. А есть еще более сложные и комплексные вопросы, где без вот этого вот понимания правильного проведения границ, потому что это то, оно одновременно не то, а вот в нужный момент то, и так далее. То есть не разобраться. Радам, ты хотел что-то спросить. Сказать. Да, я как раз, как обычно это происходит, ты предвосхитил своим вопросом мою тему, которую я хотел задать. Как комментарий. Еще Жан-Жак Круссо писал, что земля принадлежит Господу Богу и не может принадлежать. Но то пшено, которое выросло, взошло на этой земле, принадлежит тому, кто посадил это зерно и кто снял урожай. То есть вот буквально он размежевывает это, что типа раз. второе, паспорт человека не принадлежит гражданину. Это достояние государства, которое ее выдало. Так и денежный знак, билет, по-моему, на всех деньгах написано, что это собственность центрального банка, а не твоя, дядечка. То есть цезарю. Я тебе отвечу так. Жан-Жак Руссо был романтиком с нашей точки зрения. Господу принадлежит, зерно, урожай, мужику. Ничего мужику не принадлежит. Все помещику принадлежит. Помещика прогнали, теперь государство. Партии рабочих и крестьян все принадлежит. Вот он. Посеял, ему принадлежит. Хрена. Вот. А про Бога сами там разберемся. Это вот на одну часть. Дальше про паспорт. И твой паспорт принадлежит государству. То есть паспорт, если ты его рассматриваешь как предмет какой-то, объект, товар, ну это бумажка, бумажная книжка, ей цена там 3 копейки напечатать такую книжку. Подумаешь, собственность там великая. Вот. И паспорт твой, ты обязан его сохранять. А если ты потеряешь, ну понятно, государство тебя будет наказывать. А наказывает оно его действительно, если это твое, то тебя нечего наказывать. Но если оно тебя наказывает, штрафует, то это значит не твое. Называть это собственностью твоей, оно тебя наказывает очень сильно, а ты потерял на 4 копейки тоже, оно тебя наказывает за неправедный поступок, ты вот, ну там, там закон нарушаешь. Поэтому сама вот собственность сюда отношение, ну не совсем там имеет как собственность. Если мы говорим про денежные знаки, вот на них написано, что это собственность там государства. Ну, это действительно является собственностью государства в том смысле, что это платежное средство, и поэтому, если это не является вот собственностью государства, ну как частью единой системы государства, то не заставить других людей эти бумажки принимать, как золотые монеты. То есть государство освещает своим авторитетом вот это вот все дело. И потом, значит, мы ставим тебя и пятилетнего мальчика, даем каждому из вас по 100 рублей, пытаемся отнять. Получается у нас или нет? Вот мы говорим, это государство принадлежит, отдай. Ты говоришь, идите нахрен, а мальчик вообще пятилетний будет плакать и отбиваться ногами. Так что тоже, знаешь, спорный вопрос насчет кому принадлежат эти банкноты. Ну, это я уже так шучу, пытаюсь показать вот двойственность этой вот позиции. Конечно, конечно. Здесь просто-напросто была тема принадлежности. А про мальчика? Да, да, да. На монете Цезарь? Вот кто нарисован на деньгах, которые ты считаешь своими? Вот я к чему, собственно. Ты представляешь, да, Цезарь? Кто нарисован на деньгах? Тут говорит, Цезарь. Значит, чьи деньги? И все отобрал. А про мальчика я вспомнил, что тебя поставить и это, потому что прекрасная есть мысль о Генрике. Я еще раз скажу, что удивительный человек, который обладал мышлением на основе диалектической логики, поэтому его вот прекрасно, каждое произведение. И там все время неожиданность. Одно из проявлений диалектической логики все время неожиданность, потому что ты его смотришь вот в этой системе, а можно это смотреть в большом количестве систем, а он его смотрит в этой системе, а ты, ааа, уже привык к этому, а он в этой системе смотрит и, ааа. И вот он говорит, все слышали, изречение легко сделать, как у пятилетнего или там трехлетнего мальчика, отобрать леденец. Это пишет у Генри, потому что никто на практике не пробовал отнять у пятилетнего мальчика леденец. Так что вот так. Ну или как? Это же тоже каким нужным мышлением. Вы знаете, что они утром просыпаются, и кто-то, значит, вот он слышит звуки, там петухи поют, птички. Это они приехали, Джефф Питерс и Энди Такерс, они приехали в какую-то сельскую гостиницу, говорит, о, слышал, как в соседнем номере кто-то, говорит, стукнул о пол фальшивым слитком чистого золота. Идеально. Да, 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 да. Вот. Поэтому вот на этой теме мы сейчас остановимся, что основная проблема как вот этого вот управления и кризисов, невладения диалектической логики, так и непонимания Маркса. Понятно, что существуют причины, что мир разделился на два лагеря, а этим Маркс как бунтарь и террорист, этим как икона и нефиг его это. Но в основе это лежит то, что очень мало рождаются людей, которые спонтанно понимают вот это вот то, которое не то. И именно по этой причине существовали не просто целые специальные школы, а целая инфраструктура, которая 200 или там 300 лет в Японии, а до этого 200 или 300 лет в Китае пыталась выращивать такие сознания. Это очень сложно. И улов небольшой. И все там, в общем-то, закончилось и прекратилось. Это причина того, что несмотря на то, что инъекция впрыснута две с половиной тысячи лет назад, она никак еще не усвоена человеческим организмом. Это несмотря на то, что такие величайшие представители, как Ленин и Маркс, вокруг которых столько было талантливых людей и такие инфраструктуры, которые позволили вот так взять и изменить мир, вместе со всеми его банками, вместе со всеми его армиями, вместе с ним, вот они пришли и вот это все сделали. И это все равно, естественно, не может и никогда не будет являться доказательством для людей, у которых нет того мышления, что вот это мышление на основе диалектической ловки, диалектическое мышление, это круто. И вот две с половиной тысячи лет это все зреет, 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 зреет на разных примерах. И как я говорю, что, ну, Бог даст, может быть, может быть в результате всяких плюс-факторов развития цивилизации, минус-факторов развития кризиса. Причем уже все, все, что можно представить в детстве человека, все находится в кризисе, включая математику и философию. Просто в математике кризис очень долговременный, он длится сто лет, все уже там привыкли, забыли. Вот. Уже все, уже надоело. Первые 50-70 лет пописали об этом, теперь уже даже не вспоминают. Но все-то есть. А в математике есть кризис, я что-то пропустил. Вася, ты уже родился на последней стадии кризиса, для тебя это просто естественная среда обитания. Да, да, он начался именно тогда еще, когда вот Кантер там писал. И все такое. То есть тогда еще в начале, ну в конце даже 19 века. Благодаря этому кризису масса открытий там сделана и все такое. Но тем не менее. Ну, захочешь вот с Владимиром поговорить, может быть, он скажет, никакого кризиса тоже нет, и тогда я поверю. Технически поверю, я все равно не поверю. Нет, нет. Хотели аксиоматизировать все, чтобы было понятно, чем люди занимаются, а сейчас уже это неприличная тема. То есть если человек пишет статью по геометрии, если человек пишет статью по геометрии, невозможно его попросить, а давай-ка ты все основные предположения изложишь, чем мы вообще занимаемся. Уже люди пытались логике прицепиться к конкретному тексту, известному, правильному, хорошему, и свести к основаниям. И оказалось, что нет этого сведения к основанию, нет аксиоматизации того, чем занимается большинство математиков. Это же известное высказывание, хотели аксиоматизировать, а получилось как всегда. Можно так. Да. То есть это вот про то, что математика, они скорее работают с озарением, а с каким-то вот игрой, не так, что вот есть аксиомы, давайте из них что-нибудь выведем. Примерно в этом. Да, да, да. Дело даже не в том, что аксиом всегда как бы, что конечная система всегда неполна, можно добавлять, а уже в том, что то, чем люди занимаются, оно не опирается на систему аксиом сейчас. Но частично это, ну, там есть какие-то важные задачи, которые хотят сделать, например, математическое обоснование квантовой физики. Ну, частично есть мода, где люди просто откровенно в носу ковыряются. Но это все возможно. И бывают какие-то попытки. Вот был такой замечательный математик Володя Вологодский. Он, может быть, года три назад умер, ему, может, 50 сейчас. Он пытался, значит, разрабатывать такую вещь, как унивалентное основание математики. Говорит, ну, пусть хотя бы будет какой-то маленький кусок статьи, про который мы знаем, что этот кусок проверил компьютер. Что вот это, вот это прочистили. И какие-то он довольно крутые вещи делал, но просто видно, что нет интереса. То есть со стороны программистов есть интерес. Они взяли французский пакет COQ, ну, и расширили унивалентные основания и какая-то, ну, то, что называется computer-assisted proof. Вот. И, ну, хотя бы вот пусть этот кусок будет. Потому что же сейчас же, ну, доходит до того, что если ты хочешь что-то, ну, какую-то тему изучить, ты вводишь, пусть даже не в Google, в базу данных, но тебя вываливается 500 статей. Ну, и как непонятно, что с этим делать. И, ну, в общем, но пока что нету интереса, что как-то надо это хотя бы с софтом каким-то срастить, чтобы тебе софт объяснял, хотя бы как навигатор, что вот эта статья связана с этой. Ну, уже как бы дошло до того, что можно просто, настолько трудно все находить, что можно просто переписывать статьи 50-летней давности. И, в общем, есть некая деятельность, в Китае популярно, что люди некоторого поколения знают русский язык. И можно пойти и, значит, перевести на английский язык старую советскую статью, которая больше нигде не появлялась. И, в общем, ну, есть какое-то такое сословие, которое это умеет. Тоже полезно, хоть кто-то прочитает. Да, ну, да, можно сказать, да, что люди возвращают, да, в общий какой-то... Ну, в общем, да. Вот. Возвращаясь к теме доклада, вот к кризису, я предлагаю сейчас остановиться, черту провести на том, что, помимо того, что разные системы, тут социализм, капитализм, между ними конфронтация, эти Маркса не хотят изучать, а эти делают из него икону и не могут изучать. Эти мощнейшие обстоятельства все равно являются вторичными. А первичными является это то, что носителей диалектической логики в миллионы раз меньше, чем носителей формальной логики. А без диалектической логики невозможно разобраться в Марксе. Вот невозможно. И на примере прибавочной стоимости, вот мы, я предлагаю собраться через какое-то количество времени, что это будет за время завтра или там через неделю. Давайте сейчас обменяемся мнениями, это мы решим. И это будет тогда вот следующая часть возвращения к Марксу. Марк, прибавочная стоимость, как вот такая вот квинтэссенция диалектической логики и разворачивание из этого схемы капитализма. Ваше мнение, когда мы будем собираться? Идея собраться завтра мне почему-то нравится, хотя не знаю почему. Вот, но вообще вот как тебе удобнее, как все остальные. Спасибо. Я могу завтра. Ты можешь завтра, да? Что касается меня, я тоже могу завтра. А джентльмены, как предложение завтра собраться? Вижу. Если все могут, то, конечно... Великий, за. Вдам. Кинем. В это время, пожалуйста, да. А завтра во сколько? Владимир, в 17 тебе удобно? Как оказалось, да? Алексей, в 17. В 17 соберемся. Вот, ну, и это правильно, потому что вполне вероятно, я вот где-то на уровне через неделю исчезну на несколько дней, может быть, больше. Мне нужно к родителям съездить, там по здоровью у родителей всякие там обстоятельства. Вот, это внесет коррективы в график, значит, в мою встречу. Хорошо. Тогда давайте продолжим тему тему политэкономии завтра в 17. Владимир, я вот напоминаю, что вот все вот арабские очень интересные вот эти вот моменты, начиная с Адаба и во что там зацепиться, тоже было бы интересно. Может быть, мы тоже сможем на этой неделе поговорить, например, послезавтра. Просто пока вопрос, даже не нужно мне отвечать. Это также может быть в субботу, в воскресенье. В воскресенье, да, подумай, когда. Скорее пятница. Меня потом не будет. Смотри, пятница, это как раз после завтра. Это как раз. Да, да, да. Показировали на субботу с Владимир. Ну, вот, вот я, 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 может, мне может получиться, что все-таки мне, может, придется уехать, я буду просто вне доступа. Хорошо, тогда ориентировочно про арабские вот эти вот культурные феномены, это на пятницу, а завтра в 17. Хорошо, тогда вашу встречу объявляю закончена сегодня. До свидания. Спасибо. Вот. До свидания. Спасибо. Спасибо. Всем пока. Спасибо. Всем пока. Пока. До свидания. До свидания. До свидания. Аминь.